Библейский портал экзегет.ру представляет Меня зовут Андрей Десницкий, я читаю свой перевод послания к римлянам апостолу Павлу для библейского портала экзегет. Сегодня 8 глава. Напомню, что в 6-7 Павел очень долго и подробно рассуждал о том, как устроена вот эта христианская жизнь, что в ней есть плотское начало. Остающаяся еще вот от ветхого человека. Есть начало духовное, которое, к сожалению, очень часто в человеке не действует должным образом. Я хочу добра, а творю зло, говорит он, бедный я человек. Ну вот, в 8 главе он немножко более подробно это разбирает. Тем, кто во Христе, кто поступает не по плоти, а по духу, нет осуждения. Смотрите, как он ясно это обозначает. Вот есть закон со своими заповедями, со своими санкциями за их нарушения. Есть люди, и вот если ты поступаешь по этим самым заповедям, нет тебе осуждения. Духовный закон жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Невозможно это было для закона обессиленного плоти, но Бог послал как жертву за грех собственного сына в теле, подобным нашей греховной плоти, и так осудил грех во плоти. Ну, то есть, у него цветистый, очень образный язык. Грех приводит к смерти. Грех определяется законом. И закон, собственно, описывает смерть как наказание за грех. И крестная смерть Христа на кресте стала этим самым наказанием. Когда закон не соврал, когда наказанием за грех смерть действительно явилась, но при этом мы, соединяясь с Христом в его смерти, получаем за свои грехи освобождение, прощение. Так, правота закона достигает своей полноты в нас, живущих уже не по плоти, но по духу. Да, закон, о котором он говорит, он уже не действует, мы живем уже под благодатью. Тем не менее, он прав, тем не менее, он правилен, потому что он показывает границы греха. И тем не менее, смерть Христа становится одновременно исполнением этого закона. Плотский человек стремится к плотскому, а духовный – к духовному. Но плоть устремляется к смерти, а дух – к жизни и миру. Ибо стремление плоти враждебны Богу, они не подчиняются закону Божьему, да и не могут. Так что не могут плотские люди угодить Богу. Ну, плотские, понятно, что это не плотские бесплотные, да, человек, у которого есть тело, человек, который живет в качестве какого-то духа, но скорее человек, который стремится к тому или к другому, который на первое место ставит что-то определенное. Но вы не плотские, вы духовные, если только Дух Божий живет в вас, а кто не имеет Духа Христова, не причастен ему. Да, то есть, вы духовные не в том смысле, что у вас нет плоти, или в том смысле, что вы полностью перестали грешить, а в том, что вы живете, стараетесь хотя бы по другому закону. И обратим внимание, что о себе он там говорит, несчастный я человек, чего хочу, того не делаю. Им он как раз дает большой кредит доверия, он говорит, а вы-то у вас все хорошо. Но при этом, кто не имеет Духа Христова, ему не причастен, да. Но если есть в вас Христос, то тело ваше мертво для греха, а Дух жив для праведности. Еще и еще раз он это поясняет. Если в вас обитает Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, то воскресивший Христа из мертвых оживотворит и ваши мертвенные тела посредством обитающего в вас Духа. Ну, это вот метафора, мы уже с ней встречались несколько раз, да, что человек в крещении, собственно, умирает вместе со Христом и ждет воскресенье. Оно еще не состоялось, но он его ждет. Итак, братья, мы в долгу, но не перед плотью, чтобы нам жить по плоти. Если живете по плоти, вас ждет смерть, но если вы Духом умертвите плотские дела, будете жить. Кем движет Дух Божий те сыны Богу? Ибо вы приняли не Дух рабства для прежнего страха, но Дух усыновления. С Ним мы восклицаем Авва Отче. То есть, человек зовет Бога Отцом. Авва – это арамейское слово, которое переводится даже не то, что как отец, а скорее как папа, такое ласковое, домашнее обращение к Отцу. И мы не боимся, мы приняли не Дух страха, тот Дух, который христианин принимает, становясь христианином, он его заставляет не бояться, но ощущать свое сыновство перед Богом. Этот Дух и свидетельствует вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, да, ну, наследники – те, кто получают наследство от родителей. Мы наследуем Бога вместе со Христом, если только причастны Его страданиям, чтобы стать причастными и славе. Вот прекрасный пример того, что все эти метафоры, они лишь частичные. Наследник получает только после смерти. Он, кстати, будет это обговаривать, но в этом смысле быть наследниками Бога невозможно. Но наследник – это ближайший. Вот есть там государь императора, а есть наследник престола. И главный смысл не в том, что он когда-то получит престол, а в том, что это его первый помощник, это тот, кто к нему ближе всего, тот, кто уже, в общем, почти император сам, да, но он на втором месте после своего отца. И вот он дает людям, причем людям, может быть, не самым духовно продвинутым, уже такой огромный кредит доверия. Полагаю, что страдания нынешнего времени – ничто по сравнению с той славой, которая откроется в нас. А там ведь эпоха гонений, пусть еще не таких сильных и могучих, но уже гонений. Великое нетерпение, с которым все творение ожидает, что откроется в сынах Божьих. Все творение подчинилось ничтожности не по своей воле, а потому, что было подчинено, но с надеждой, что творение будет некогда освобождено от рабства, тлению через свободу и славу сынов Божьих. Творение, то есть весь окружающий мир. Мы, наверное, думаем, глядя на живую природу, что очень часто там зверушки, птички, рыбки страдают, да, но Павел мыслит как-то более глобально, космически прямо мыслит, то есть весь мир, планеты, стихии – все это подчинено ничтожности, вот смерти, разрушению, чему-то дурному, что в жизни очень часто присутствует. И творение недобровольно этому подчинилось, оно будет когда-то освобождено. Но мы ведь знаем, что все творение и поныне стенает и страдает, не только оно, и мы сами, хоть имеем начаток духа, внутренне стенаем, ожидая усыновления и искупления наших тел. То есть для него это космическая драма, весь мир лежит возле, весь мир устроен не так, как надо, и человек именно та сила, через которую он получает, однажды получит свое исцеление, преображение этот мир. Как это произойдет, никто не знает, мы только ждем, мы только мучаемся, мы только стараемся это понять. Мы ведь знаем, что все творение и поныне стенает и страдает. В этой надежде наше спасение, а надежда может быть лишь на невидимое, кто видит, тому не нужна надежда. И если мы надеемся на невидимое, терпеливо этого ожидаем. То есть мы не владеем, как у нас там в кармане лежат деньги, мы ими владеем, мы на них не надеемся, мы ими располагаем, а надеемся мы на то, чего мы не знаем еще до конца. Даже не на зарплату, зарплату мы рассчитываем получить, это определено договором. А вот здесь мы всего лишь ожидаем, что когда-то это получим, точно не зная, как это сработает. И тогда Дух приходит на помощь нашей немощи. Мы сами не знаем, о чем надлежит молиться, но Дух сам ходатайствует за нас неизреченными воздыханиями. Кому открыты сердца, тот знает и помышление Духа, ходатайствующего пред Богом за святых. И вот здесь вот это слово надежда порождает очень интересное описание. Мы даже не знаем, как просить, не знаем, как молиться, за нас молится Дух. И в этом тоже очень важная для Павла мысль о том, что мы не располагаем, вот мы, христиане, не располагаем какими-то вещами, как своим имуществом, как своими какими-то правами. Мы лишь надеемся и зачастую совсем ничего не понимая, можем лишь доверять тому Духу, который действует в нас. Он и говорит, по сути дела, за нас, а не то, что там где-то нам что-то дает. И вот очень часто человек, обретая веру, обретает как бы самонадеянную уверенность в том, что он все знает. А Павел говорит, нет, это надежда, надежда на то, чего мы лишь ожидаем, но не знаем до конца. Мы знаем, что все обращается ко благу для любящих Бога, для призванных по его замыслу. Кого он прежде узнал, тем определил уподобиться своему сыну, чтобы быть ему первенцем среди многих братьев. А кого прежде определил, тех и призвал. А к того призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот здесь строки, которые в дальнейшем вызовут большую полемику среди богословов. Получается, Бог заранее определил, кого спасти, а кого-то определил к числу тех, кого он не спасет. Не так ли? Логически. Если я выбрал вот этот лист бумаги, я не выбрал все остальные, я их отложил в сторону. Но потом я их тоже выберу, потому что здесь продолжение нашего текста. И в следующий раз мы почитаем с этих листочков. Здесь нет этого отрицательного не призвания, не избрания. Здесь есть, мне кажется, прежде всего, огромное уважение к той тайне, что некоторые из людей принимают Бога, а другие нет. И от чего это может происходить? Но он только что сказал, это Дух в нас ходатайствует, просит за нас, да, и Господь знает, что Дух говорит, а сами мы толком ничего и не знаем. И вот здесь примерно то же самое. То есть действие Духа, который, по сути дела, за нас выступает с мольбой, просит и так далее, а мы лишь располагаем результатом, который получается. И Бог сам в конечном итоге действует в нас. Но у Павла нет такой четко выстроенной схемки, потом ее богословы будут выстраивать, и разные по-разному это сделают. У него скорее рассказ об отношениях. Он очень горячий человек, и для него важно, как мы относимся друг к другу. Что же нам к тому добавить? Если Бог за нас, кто против нас? Очень хорошие слова, одни из моих самых любимых в этом послании. И вот смотрите, здесь не говорится, есть ли у нас есть гарантии, если мы знаем, что, если в нашем символе веры так сказано, в нашей церковной организации так устроено. Есть ли Бог за нас, кто против нас? Собственно, отношение с Богом единственное, что для Него ценно во всем этом. Все остальное только способы их улучшить или признаки того, что они существуют. Что же нам к тому добавить? Действительно, практически нечего, хотя у него еще полпослания впереди. Что же нам к тому добавить? Если Бог за нас, кто против нас? Если Он не пожалел предать за нас и единственного Своего Сына, разве вместе с Ним не одарит нас прочим? Кто обвинит избранников Божьих, когда Бог их оправдывает? Кто обвинит, когда Христос и Иисус умер, а затем и воскрес, и теперь одесной от Бога ходатайствует за нас? Ну, то есть, выступает с мольбой. И что отлучит нас от любви Христовой скорби или пристеснений, или гонения, голод ли, нагота, опасности или меч? Вот единственное, что важно, мы с Богом. Все остальное как-нибудь устроится, потому что этого не может изменить ничто. Как написано, «За тебя погибаем мы всякий день, причтены мы ковцам для заклания». Цитата из Псалтирия. О гонениях, конечно, речь. «Но при всем том, возлюбивший нас дарует нам победу. Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, тоже, видимо, некие небесные, но, возможно, и земные, ни настоящее, ни будущее, никакие силы ввысе или вглуби, и ничто другое из сотворенного не может нас разлучить с любовью Божией. Во Христе Иисусом, Господе нашим». Вот, может быть, смысловой центр послания. Любовь, которая существует между Богом и Церковью, она ненарушима. И на ее фоне все остальное уже не очень важно. Вот главное, что он хочет сказать. Все остальные способы все это пояснить. Но мы, конечно, будем читать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok